Новая школа, рассчитанная на 162 человека, открылась в селе Романово Котовского района. До этого учебного заведения здесь не было вовсе. Ребята находились в помещениях, не совсем приспособленных для изучения школьных предметов, не говоря уже о занятиях физкультурой. Теперь же у романовских учителей и учащихся есть все условия. Современные классы, спортзал, столовая и даже собственная котельная. Из Котовского района репортаж Марии Иванченко. История строительства школы в хуторе Романово насчитывает больше двух десятков лет. Началось оно в 89-м году, а в 92-м из-за отсутствия средств возведение объекта приостановили. Уроки для ребят проводили в зданиях по соседству, в бывших помещениях почты и детского сада. Конечно, проводить занятия в таких условиях было трудно, вспоминают романовские учителя. Благо, несколько лет назад строительство школы оживилось. И вот долгожданный момент настал. Новое учебное заведение распахнуло свои двери. Здесь, конечно, все есть. И классы, и оборудование. Все завезли практически. Наши дети будут развиваться физически. И здоровью это помогает. И актовый зал – это творчески. Наши дети очень творчески. На возведение зданий из областного бюджета и за счет спонсорских средств было потрачено более 27 миллионов рублей. Только на закупку оборудования для кабинетов физики, химии, информатики, а также спортивного инвентаря ушло почти 3,5 миллиона рублей. Классы оснащены современными компьютерами, мультимедийными комплексами, интерактивными досками. Это мечта, Наталья Иванович, это иметь в районе. Мы, как видим, мечты сбывают, мечты сбывают. В новой школе оборудован стоматологический кабинет, есть столовая и собственная котельная. Восторг преподавателей от полученного здания разделяют и их ученики. Там мы учились с 7 класса, учился в коридоре с 6, 8, 9 и 5 учились в кабинеты. Мы по кабинетам то в коридоре, то в остальных всех классах. Буду стараться. В новой школе будет учиться намного лучше. Вместе с педагогами новую школу осмотрел губернатор, а после экскурсии Анатолий Бравко в честь открытия учебного заведения вручил его директору символический золотой ключ. Учителям послушных и умных учеников, а школьникам, чтобы полученные знания послужили хорошей путевкой в жизнь. Такую запись глава региона сделал первым в книге почетных гостей. Главное, инфраструктуру мы создали. Теперь есть возможность у многих людей, если уж и рожать, и приезжать. И, собственно говоря, та загрузка, которая есть в школе, она недостаточна для того, чтобы 4 человека в классе. Это очень мало. Поэтому эта школа рассчитана, естественно, на развитие этого хутора. Действительно, появление и сохранение в деревнях и хуторах учебных заведений только способствует социальному развитию сельской местности. На это нацелена и соответствующая областная программа, в рамках которой и шло строительство школы в Романово. Проект рассчитан до 2015 года.